Смертельный недострой в Северодонецке. На счету здания, которое расположено на перекрестке проспекта Центрального с улицей Новикова за последние годы, два несчастных случая с летальным исходом. Один из которых случился днями. С крыши сорвался 17-летний северодончанин. Причин происшествий несколько, но главное – это свободный доступ в недостроенное сооружение. В погоне за эксклюзивным фото школьники взбираются на крыше недостроенных зданий. Но стоит ли жизни эксклюзивное селфи? Сотрудники АЗС, которые работают неподалеку от недостроя, говорят, что дети выбираются на крышу этого здания каждый день. Сделать фото на память, а иногда и бросить камни в проезжающие мимо машины. Подростки в каждый день практически поднимаются на крышу и веселятся, гуляют. Такие экстремальные прогулки не всегда заканчиваются хорошо. Только за последние несколько лет в этом здании случилось два несчастных случая со смертельным исходом. Несовершеннолетний ребенок упал в открытую шахту лифта в 2015-м. А 3 сентября текущего года летально закончилась экстремальная прогулка для 17-летнего подростка. По этому факту северодонецким отделом полиции возбуждено уголовное дело. Правоохранители рассматривают несколько версий – суицид, умышленное убийство и неосторожность. Прибывшая группа на место установила, что это 17-летний житель нашего города, который обучался в одном из учебных заведений нашего города. По признакам стола преступления, присмотренная статьей 115 Уголовного кодекса Украины, это умышленное убийство. В ходе проведения следственных действий в рамках данного производства будут проверены все версии. В бюро технической инвентаризации рассказали, что здание не принадлежит городу. Но кто является владельцем этого смертельного недостроя, тоже не сообщили, ссылаясь на закон Украины о частной собственности. Вопрос, почему многоэтажка не охраняется и вход по факту в нее свободный, задать некому. Владислав Кривец, Александр Буряк, Подии.